Я бесконечно счастлив, потому что Ленинград мой родной город, и я его люблю, я очень люблю Ленинградскую футболку, а вот Ленингурскую. Так что я счастлива. Вы не знаете, Мария, в заключении мы с вами приедем. Я думаю, как раз директор здесь и нужен, он точно знает. Ритм, вопрос к тебе. Почему вы здесь? Нет, я не знаю, мы с этим спускателем. Нет, это это с этим спускателем, не вообще, с тремя, а вот это с этим спускателем. Уважаемые друзья, коллеги, уважаемые гости, мы рады встрече наших замечательных гостей из Москвы, театр имени Владимира Маяковского. Сегодня и завтра на сцене ПДТ спектакль «Плоды просвещения» и русский роман по пресессуру Миндалу Сокарбаускиса, художественному руководителю театра. И через недельку, 7-8 марта, большой подарок тоже в детской публике, спектакль «Женихба» в пресессуру Сэнди Акспашево. И сегодня мы готовы ответить на вопросы. Я думаю, что директор театра Вячеславович сделает нам небольшое вводное о том, как все будет у нас с вами происходить. Все это организовано с помощью театрального агентства «Одитерный ряд» под руководством Нины Евгеньевны Петровой-Бавильниковой. Добрый день. Давайте для начала представлю нас, сидящих здесь перед вами, Евгения Павловна Симоновна, народная артистка России, Виктор Сапорожский, заслуженный артист России, актер театра «Ваш земляк» Алексей Сергеев и драматург Мариус Вашкевичус, автор въезд, в котором был поставлен спектакль «Впуск и роман». Для нас, естественно, приезд в Санкт-Петербург всегда большое событие, мы очень недавно собирались, давно не были, особенно после БДТ был закрыт, у нас какие-то такие свои были. Было желание приехать именно, собирать эти спектакли именно в БДТ. Сегодня у нас будет спектакль, который вы сможете посмотреть «Влада Просвещения» в постановке «Минута Скорбаускиса». Завтра русский роман, тоже в постановке «Минута Скорбаускиса». Почему вот этот блок, там уже вопрос такой был, да, почему именно вот эти два спектакля? Ну, во-первых, потому что это две премьеры на большинстве последнего года, и эти спектакли вызывали наибольший интерес у публики, то есть к нам точно так же, как и из Санкт-Петербурга, и из других городов постоянно приходят запросы на то, чтобы мы привезли определенные спектакли в города, показывали их не только в Москве. И вот, несмотря на то, что русский роман был поставлен совсем недавно, премьера была только в январе, но идея сама и пьесы, она настолько всем была интересна, что уже начиная с ноября месяца нас, в общем-то, мы познакомились с тем, чтобы привезти русский роман и в Санкт-Петербург, и мы уже в декабре, за месяц до премьеры, уже подписали несколько контрактов на гастроли, на русский роман, и у него сейчас достаточно такая духовная жизнь. Это первые гастроли русского романа в ВДТ. Сейчас в Санкт-Петербурге. В июне месяце у нас большие гастроли в Владивосток, в Львовском крае, и в Владивостоке мы будем играть и русский роман, и «Влады просвещения». Так, в целом пять названий. После этого русский роман переезжает сразу в Тель-Авив, из Тель-Авива в Азербайджан, в общем, в Баку. В общем, такая гастрольная судьба. У нас даже получится так, чтобы около пяти месяцев русский роман в Москве играть не будем, в связи с тем, что декорации просто не успевают между гастролями. Переезжает хорошо, что три месяца из этих это выпадает на летние месяцы. Ну, в начале ноября русский роман вернется в Москву. Еще раз хочу сказать огромное спасибо вам строителям этих гастролей, детальному агентству «Литерный ряд» и отдельно Нине Евгеньевне Петровой, которая всегда на высоком уровне проводит гастроли нашего театра. Поэтому огромное им спасибо. Ну и блог, который будет чуть позже, 7-го, 8-го марта, это, так скажем, наш подарок женщинам Санкт-Петербурга. В зале выпуски будет показан спектакль «Женитьба», уже можно сказать, легендарный спектакль, который больше 500 раз прошел. В репертуаре театра проехал огромное количество городов и стран. В Санкт-Петербурге он был уже очень давно. Спектакль, пользующийся неизменной популярностью, пройдет 7-го, 8-го марта. К празднику этот спектакль будет показан Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Ну, в принципе, на мое слово. Покончено? Может, прикончено? Или сразу вопросы? Давайте вопросы, что вы в этом деле сделали. Коллеги, давай. Да, можно начинать, да? Ну, как Марк, ты бы отвечал московским журналистам на вопрос, но я немножечко его чуть расширю, и если вас не затруднете, еще раз повторите или добавите. Чем Прибалтов, режиссер и драматург, заинтересовал так русскими писателями? Понятно, мирового значения Лев Толстой, но его частная жизнь, которая тоже столько писана и переписана. Будьте любезны. Ну, вы знаете, я же тоже треть своей жизни был советским ребенком, и мы также, как и ваши дети, учили, что Толстой в конце своей жизни в лаптик ушел куда-то к мужикам, и вот это был пример такого, значит, буржуа, который, значит, становится, ну, так сказать, примером, этому новому послереволюционному строю. Да, оказалось, что, наверное, не так все просто. Ну, знаете, на самом деле Толстой — это все-таки фигура мировая, и потому он может быть известен только-только россиянам. Я сегодня, мне сегодня приснился очень-очень смешной сон в твоем гостинице. Я в каком-то музее Толстого, я не понимаю где, то ли в Ясных Поляне, то ли в Москве. Там висит картина, в которой Толстой сидит верхом на коне, и в таком очень современном шлеме, как бы вот этих, ну, чтобы если падать, не разбить голову. И я как-то спрашиваю гида, который там рядом с нами, говорю, ну, почему так? То есть, это же не совсем правда. Гид говорит, понимаете, у нас очень много детей приходит, и надо им показывать пример, потому что, то есть, как быть верхом на коне, то есть, что быть без шлема — это небезопасно. В общем, как-то там у нас происходит спор, оказывается, что этот гид — это Павел Басинский, и каким-то образом, ну, в общем, сон дальше идет, куда-то уходит. Ну, вот просто, к чему я это говорю, мне кажется, может существовать очень много версий, как бы, Толстого. Толстой для детей, Толстой для революции, которого мы знали. А мне было интересно сам сделать Толстого как, наверное, такой, не знаю, единственный или очень-очень редкий случай, когда писатель, гений, он попадает, как бы, станет, становится заложником своего творчества, потому что, мне кажется, роман Карина, наверное, не кончилась там, где он поставил точку, то есть, а его жизнь, жизнь его, его семьи, она как бы дальше продолжала этот роман, и роман этой судьбой как-то очень-очень сильно играл. И, да, вот, у меня это, наверное, среда источник. Это потому я взялся за этот материал, и потому что увидел очень-очень большую драму, и очень интересную для меня, как это вот было. Был бы работал? Да. Год, два, десять? Нет, не десять, конечно. Но, если так, с собиранием материала, это было до полтора года. Нет, не мало. Люди у нас в наше время пишут песни за две недели. Такие песни. А вы участвовали в подборе актеров? Нет. Ну, я участвовал, скажем, в подборе, не сильно. Нет, я, конечно, смеюсь, но мы тут обсуждали много. Самопределающая пьеса же не писалась. То есть, конечно, очень важно, на самом деле, если ты уже представляешь, что центр, центр пьесы, центр спектакля будет Софья Андреевна, конечно, это было очень-очень неважно понять, кто это будет играть. И, да, Евгения, как бы, она у нас была с самого начала. Все остальное, конечно, это опыт. Евгения, вам не снилось Супердрем? Когда вы уже репетировали игроки? Нет. К сожалению. Ну, надо сказать, что я еще даже до того, как я начала, что я узнала, что вот такое на меня свалилось счастье, что я получила такую роль в такой потрясающей пьесе и с режиссером Карбауский, с которым я, конечно, хотела очень репетировать. Еще до того у меня, я много читала, я вообще с молодой любила мемуарную литературу. Я очень люблю дневники, воспоминания, переписку, очень люблю. И мой дедушка Сергей Михайлович Вяйцевский, который был историком Ленинграда, и он мне давно еще, он вообще никогда, у него потрясающая библиотека, он никогда ничего не выносил из дома даже, но какое-то произошло чудо. Он мне подарил, это было лет сорок тому назад, если не больше, он мне подарил издание какого-то 24-го года в «Мягком переплете», но они были переплетены жестко. Это были дневники Софьи Андреевны, вот, 92-го, по-моему, 94-го года. И совершенно молодая, я прочла, и вот что-то у меня… Эта женщина, ну она фантастическая женщина, она уникальная женщина, но еще бывает вот это какое-то соединение. Мне как-то показалось, что она мне бесконечно, бесконечно близка, и я потом много читала. А Толстой – мой любимый писатель. И вот так вот. Поэтому очень страшно, что будет завтра, потому что мы сыграли в Москве всего, ну, четыре раза, и пятый, можно сказать, там, папа-мама. И еще один программ у нас был для драматург, когда мы вообще все чуть не умерли от ужаса, потому что какая-то была расстроенность, и не очень было понятно, как-то, куда мы приплыли. Поэтому спектакль, конечно, он только-только. Вот он такой, и завтра будет страшно, реально. И не только Алексей будет страшно вам, но всем. А что-то поменялось за вот эти вот прошедшие пять спектаклей? Вы обычно же корректируете, что ее не скорректирует? Ну, мне кажется, он вообще, по-моему, так что-то существенное, но он все время, он еще, конечно, по ритмам там, может быть, как-то проседает все это. И он на одном, по-моему, после одного спектакля он сократил что-то, а потом этот через спектакль вернул. Поэтому не знаю, как будет. Вот Витя Запорожский, Виктор, извините. Виктор Запорожский потрясающе играет в грандиозном спектакле, который идет у нас в театре. Это один из самых моих любимых спектаклей. Один из лучших спектаклей, виденных мной вообще в театральной Москве. Это «Кант», пьеса Мариса Варкельчиса. Гениальный спектакль, поставленный в Карпаскасе несколько лет назад. Он идет в малой форме. Тоже режиссер, художник Бархим. Вот Витя там потрясающе играет. И тоже знает, как Карпаскас меняет, не меняет, чего-то правит. И плодах посвящения. И плодах посвящения, которых он будет играть завтра. Он вообще спектакль уникальный, этот «Кант». У него такая форма. Я ничего подобного нигде никогда не видел. Когда спектакль формируется вокруг круглого обеденного стола. И все обедают. Да. Все учат. Такой амфитеатр на 150 человек. Вокруг обеда и Мануила Ганта. Это придумал Бархим с Карпаскасом. Иначе, по-моему, решить этот спектакль было нельзя. Потому что он написан достаточно... Ну, такая у него уникальная форма, которую изобрел Майус и Вашкевичис. Что иначе, по-моему, прочитать эту пьесу невозможно. Потому что была... Нет, я увожу в другую сторону. Мы сейчас не про «Канта». Потому что, если вам будет интересно, приезжайте в Москву и посмотрите этот университет. Может быть, «Кант» приедет в Университет? Да. Это было, конечно, здорово, грандиозно. Потому что мы привозили его в Калининград на родину, ему на юг. И был бешеный успех. Бешеный успех, да, действительно. И даже в Кызыл привозили. И там был бешеный успех. Вот. Так что Майус с Карпаскесом так плотно сотрудничает, слава Господи. И это приносит большие плодотворные годы. Про плоды посвящения. Про плоды, да, да. И уже плоды, плоды, плоды. Ну, это тоже, как бы, история с предысториями, я бы сказал. Я вчера, кстати говоря, с Леонидом Ефимовичем беседовал. С Хейфицем. Он меня, да, с Хейфицем. Он меня спрашивал, как плоды. Знаешь, что в Амхате был? На мой взгляд, один из самых-самых лучших спектаклей, которые поставили Гедров с Топорковым. Это где-то в начале сороковых. А в театре Маяковского сделал удивительный спектакль Пётр Наумович Фоменко. В конце 1984 года была премьера изумительной совершенно постановки. А это ещё для меня уникально тем, что с 25 декабря я работаю в театре Маяковского. И первый спектакль в день моей работы в театре Маяковского я посмотрел эту премьеру. Для меня это ознаменовалось. Вот. И мне нравится, что Медугас… А ты расскажи, у кого учился Медугас? У Петра Наумовича. Я об этом и хотел сказать, что у учителя вроде бы уже нет, но диалог с ним продолжается. И это прекрасно. Потому что он как бы принял на себя эстафету мастера и как бы продолжает с ним беседовать. А пьеса в этом смысле богатейшая, потому что, если иметь в виду, что, говорят, она написана для камерного семейного театра, но у неё такая богатая судьба, и он продолжает быть интересным до сегодняшнего дня. Потому что те вопросы, которые там поднимаются, вот диалог аристократии с народом, это очень, по-моему, благодатная тема для любых мастеров, которые работают в области театрального искусства. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, что он очень хороший, но ещё со своим почерком его всегда принимают группы. Ну, достаточно часто это, можно судить по нашему городу, ждики. Вот как у вас произошло притирание? По-моему, да. По-моему, сразу же был. Да. Взаимной любви. Да. А он ещё такой красивый. Так что чисто эстетически ещё тоже такое удовольствие смотреть. Мы друг друга стараемся дополнять. И если читать интервью Миндугаса о жизни в театре, я воспринимаю это вообще как песню. А у него есть интервью? Он же не даёт интервью, да? Нет. Я читал два или три интервью, где он рассказывает про театр Моя Курска. Я бы заучил их наизусть и пел бы как… Он с такой любовью, с таким чувством… Он прячет, он прячет это в себе, потому что так-то он выражает очень скупность на своём… Да. Особенно если хорошее отношение, там, если не хорошее замечание – это да, это. А хорошее – там не дождёшься это. Но где-то там в глубине вот так вот туда всё это за… Знаете, меня вот пришёл молодой, действительно молодой режиссёр, и уже как бы обласканный и критикой, и премиями там, и всем на свете. И я знаю случаи, когда режиссёр пришедший начинал с того, что он там освобождался от… Там, если не всей трубы, то он в 80%… Ну, во всяком случае, всегда это такой момент этот. Я была поражена, когда, наверное, через месяц после того, как он пришёл к Арбански, я зашла к нему в кабинет. Ну, кроме того, что он отказался сидеть в кабинете, в таком парадном. И там кабинет нашего директора замечательного, а он выиграл себе более скромное место, и почти там не сидит. Но, тем не менее, у него на стене был иконостас такой фотографии всех женщин, актрис в театре, и всех мужчин. И он вот это вот всё время… Я помню, как… Однажды, когда-то, какой-то короткий разговор, он сказал, что… Ну, вот надо, чтобы всё-таки, может быть, вот это… Значит, кто-то из актрис там, говорит, например, сыграло, потому что вот у этой актрисы всё-таки была премьера, там было немного, но она сыграла. А вот, как бы, тут нет. То есть, в общем, в наше очень жёсткое время, когда это как-то нетипично, вот сразу началось… В общем, практически ни одного человека, я думаю, с метром. И сразу началась работа, очень интенсивная. И сколько у нас спектаклей выходило каждый год? Очень много. Мы выпускали в среднем 7-8 премьеров в сезон. Сейчас 6 премьер. При том, что государство сокращает дотации, а всё равно… В этом году уже финансируется Москвой только одна постановка, премьерная в театре, остальные вот в этом году 5, не выпуская сами на свои заработанные деньги. Вот. А то, что касается «Миногуса», то он, когда пришёл, сразу же был поставлен замечательный, успешный спектакль «Паланты поклонники». И то, что сказала Евгения Пауна, это первая задача, которая была, это разобраться с труппой, занять её. Огромное количество было актёров… Которые вообще не выходили, да. Которые не выходили, да. Очень было. И мы в первый год заняли 75 человек премьерных спектаклях, 75 актёров. Так что это уже темп набрали и пошли уже даже… Были такие уже возгласы, что все устали. Но, например, всё-таки это достаточно тяжело, тяжёлый процесс выпуска. В среднем у нас всегда работает над новыми спектаклями 4-5 режиссёров одновременно. Последние три года. Весь основной сезон. Сейчас тоже работают 4 режиссёра. В марте месяц у нас премьера. Будет очередная в апреле на основной сцене. Большая премьера «Кавказский головой круг» по проекту с главной ролью Ильи Матвеевича Сталевски. Поэтому темп у нас достаточно большой. Ну и в этом году мы как-то решили ещё и поездить побольше. Надеюсь, что через год мы опять к вам вернёмся. Покажем какие-то свои спектакли. Сейчас у нас впереди за 6 месяцев на гастролях 16. 16 городов около 40 спектаклей за 6 месяцев. При этом мы играем параллельно на своей площадке. Надеюсь, что все наши спектакли, которые мы в Санкт-Петербург привезли. И надеемся, что здесь все примут положительно. Наши спектакли и в других городах надеемся, что будет то же самое. А хотелось бы ещё от молодого поколения услышать о режиссере Алексея. А, да? Здравствуй, Алексей. Алексей, мы услышим. Да, История с города сам, мне тебя поможет? Да. Я только хочу сказать, что это мой партнёр. И Алексей играет сына Софьи Андреевны, Илья Львовича. И это замечательно, товарищ. Молодой, но какой-то очень с настоящей школой. У меня замечательно был мастер Кудряшов, Олег Львович. Есть. Есть. Но, в смысле, было, что вы учились у него теперь. Значит, по совпадению. Он и моего сына играет. Он и моего сына играет? А я хочу сказать, что Кудряшов был мастером и моей дочери ещё. И моего сына. И моего сына, да. Да, да, да. Поэтому тут замес такой. Алексей Какас принимает участие в сегодняшнем спектакле. И в завтра что-то. А, да, да. Алексей, как вам служится в тебя? Рассказывай просто. Замечательно. Слава Богу, всё. Не обижают вас там? Старики? Старики не обижают? Не старухи. Нет. Ну, тут же тоже момент, что обидеть нельзя, можно обидеться. Поэтому, если кто-то и пытается, я, наверное, стараюсь. У тебя. А так нет, да. Всё. А сколько названий у тебя, расскажи, сейчас идёт в репертуаре? Семь лет. О! Вот представляете, вот ты сколько? Ты второй год или третий сезон? Ну, два с половиной. В декабре начали участие началось в конкурсе. Лёша, а ты расскажи про эту уникальную историю. Все названия. Со своим спектаклем влетели в театр репертуарный. Ну, да. У нас сгорел китец просто. И нам негде было играть. И Миндогас, Гриша Добригин сделал спектакль «Лакейская». Мы его играли китец, а потом он сгорел. И Миндогас, он не видел этот спектакль. Ну, просто ему сказали, что это классно. Я ему говорю, ну, хорошо, давайте поставим шкаф. Если не получится, просто останется шкаф для реквизитов, костюмов. Ну, у нас получилось. Мы его играем до сих пор. И мы выпустили «Лакейского» в театре. И сразу же что-то. Идём по лестнице. Ну, там, о чём-то поговорить. И дальше я слушал продолжение. Я не понимаю, что вообще происходит. Мы у него в кабинете. Ну, я говорю, да, конечно. И всё. Я начал сразу репетировать его у Леонида Финча. Процесса. А я... И дальше как поднеслось. Ну, за день. Ну, сейчас выпустили. Ну, я ничего не репетирую, только когда отдыхаю. Контракт. Ну, ты поработал. За день месяц уже ничего не репетирую. Да. Ну, кто это знает. Как это случилось? Ну, я выпустили в декабре сказку. Я думаю, всё. Сейчас начнётся ожидание. Какого-то... И перед Новым годом буквально... Мы репетировали с весны, да? Получается в русский роман. И... Прямо перед Новым годом... Ну, раз мне звонит. Говорит, слушай, выучите. Я хочу попробовать. Да. Я думаю... Он говорит, я тебе ничего не обещаю. Он просто говорит, давай попробуем. Я думаю, ну, как это видно будет. Я попробую. Он скажет, нет, прости. Я не могу всё равно тебя взять. Ну, нет. Не получилось. И всё. И... Влетел я в русский роман, но... Буду член. Через 14 дней... Главный год. Отец Мариуса очень тяжело учить. Канта тоже бы тяжело учили, да? Конечно. Я повернусь. И потрясающие... И потрясающие диалоги. Я даже не могу сказать. Вот ты можешь сказать? Ну, что касается Канта, я могу сказать. Я не могу сказать про русский роман. Язык, он достаточно сложный и неразговорный. Причём... Окажется потом, что люди говорят... ...с литовского языка каким-то переводчиком... Я не знаю, насколько, какое отношение имеет к театру Ефремов, который переводил. Он переводчик, наверное, да. Он переводит, да. Потому что в театре очень важно уметь разговаривать в диалоге. Вот там эта стилистика была достаточно сложная. Тем более, что диалог строился короткими фразами. Перекидывался от одного к другому. Так, чтобы непрерывно взять предмет диалога и пытаться его... Ну, как бы у него нет... У него нет развития. Ну, потому что парадоксальная мысль, она не прямая вот такая... Бу-бу-бу-бу-бу. А она парадоксальная, как в жизни. Да. Ну, ощущение от спектакля, что люди говорят почти импровизируют. То есть, как бы, говорят вживую. Так это здорово. И в русском романе, например, там так точно... Вот, все-таки ты учишь, ты стараешься. Особенно, если текст там канонический, ты стараешься выучить точно. Для меня, например, важен даже порядок слов. Там есть лучше. Островского, Чехова. Там у них нет случайно. Там если слова так выстроены, значит, они так выстроены. Вот, у Мариуса песни там тоже все имеет смысл. Вот, каждое слово и даже порядок слов, он имеет смысл. И при этом неожиданные бывают такие вот... Какие-то повороты, которые создают вот эту прелесть, но и создают некую трудность для того, чтобы это... И я учила все полгода. Я все полгода учила. Моя сестра, которая сейчас со мной здесь, моя любимая ленинградская сестра. Мы с ней были на отдыхе. И мы с ней тоже учили, вместе учили. Потом приходит этот молодой, а там огромный, значит, монолог. Выходит, и он за три дня, значит, там три дня накануне ему дали это. И он выходит и начинает, и мы с Татьяной Орловой, замечательной актрисой. Ужасно. Это был такой комплекс неполноценности. Орлову тоже все лето учила эти свои две сыны. Гордилась, потом она пришла. Она все равно там немножко и попуталась. Но это... И этот вышел, и за три дня как волнует. Волнует. Причем, знаете, какая интересная штука. Я вот ловлю... Мы играем канты, и я до сих пор ловлю себя на мысли, что понимание некоторых пусков, которые написаны им тогда, приходит только сейчас. Причем приходит в неожиданной форме. И в неожиданной форме. Откровение, понимаешь? Потому что пришлось на операционном этапе довериться зрителям... Не зрителям, а довериться постановщику и драматургу настолько, чтобы принять это как данность. А понимание догоняет как будто бы... Смысл иногда скрыть так глубоко, что обнажается непосредственно на спектакле. Здесь еще разница пьесы кант. Вот, например, переводчики, да, что переводчики переводят. Русский роман Варис писал на русском языке. А, да, конечно. Здесь нет переводчиков. Я не знаю, это первая пьеса на русском языке, да? Вы сказали... А это была проблема на русском писать голос? Ну, не то, что проблема, но я сначала вообще как бы не верил, что это возможно, но я просто подумал, что это будет очень странно, так как я думал использовать сочинения Ивана Толстого в каких-то фрагментах. Это будет очень странно использовать их в литовском, потом обратно переводить на русский вместе с остальным текстом. Я подумал, что... Может, я попробую? У меня есть тот самый Юра Ефремов, который, кстати, очень хороший переводчик, я его должен ощутить здесь. Нет, я не пытался его сделать. Просто там... На самом деле, кант сложная пьеса... А мы тогда с каждого переводим. Да. Ну, как бы... Он со мной... Фантастика. Под присмотром. И... Я попробовал... И как это начало получаться... Конечно, надо будет очень-очень много... Очень много там... Ну, потому что у нас отличается синтакс с... То есть, построение... Предложение... Ну, что-то другое... Чего-то и так далее. Ну, я параллельно как бы... Читал именно Толстого, чтобы как бы войти в его... В его стиль не только... Не только музыка, но и даже немножко мышление. Скажем так, как бы... Ну, подлезть под ним. Потом... И, конечно, в конце... Вот, опять же... Я бы... Я попросил... Того же самого Юру... Георгия Юрьевого... Сесть со мной... И посмотреть... То есть... На этот текст... И... Это было очень интересно, что... Да... О том, конечно, там какие-то вещи... Он мне поправил... Вообще, было интересно... Там... Несколько вещей... Где вот... Знаешь, мне вот это... Что-то мне нравится... Я говорю... Юра... Это Толстого... Были два таких места... Где он хотел поправить Толстого... Так что... Ну, да... Это было для меня... Для меня эксперимент... Вы кастрольный маршрут обрисовали... А там в Прибалтике нет? Куда-нибудь... Пока нет... Пока нет... У нас... Несколько предложений... Из Прибалтики... И... Сейчас, на данный момент... Мы рассматриваем вот именно... Блочные поездки в Прибалтику... Пока есть только вот разрозненные вещи... Мы пытаемся их объединить... Я думаю, что... Через год у нас... Будет... Поездка так, чтобы мы могли... В Прибалтике... Поехать... Сразу... Четыре-пять городов... Поэтому... Собираем пока... Все предложения... Так, чтобы... Можно всех не собирать... Просто в Литву поездить? Просто... Можно просто в Литву поездить... Да... Нет... Литва, конечно, очень ждет... Но... Все зависит... А эта пьеса только здесь поставили... На Майкопке или... Пока, да... А уже запрашивают что-то? Нет... Или вы просто не даете... Не говорите... Нет, мы запрашивали в Литве... Но... Проблема в том, что... Я же надо перевезти на литовский счет... А для этого пока у меня нет времени... А кому-то дать я не могу... Потому что... А русский театр не осталось? Русский театр есть... Но... Ну... Честно... Честно говоря... Я бы не дал... Примеру русскому театру... Потому что все-таки это чуть-чуть... Не тот уровень... То есть... То есть... То есть... У нас как бы... У нас на самом деле театр... Театр в Литве немножко религия, да? Это... У нас две вещи, которыми мы занимаемся... Баскетбол и театр... И... И... Русский русский театр... Он... Литовский русский театр... Он чуть-чуть, конечно... В этой... Конкурентостной борьбе... Он... Где-то все-таки... На... Во второй линии... Этот пьесовский роман... Он писал специально по театру Мяковского... По нашему заказу... Я так понимаю, что на уровне... На уровне... Задумки... С минусом... Да... Это все обсуждалось... Я даже слышал... Так... Не знаю, правда это или нет... О том, что... Миндогас хотел поставить... Анну Галенину... А... Мариус... Хотел писать... Пьесу по Колстову... И в итоге... И... Получилась... Вот эта задумка... Когда... И Анна Галенина... И биография Колстова... Соединились... В одной песне... Это значит... Очень-очень... Очень-очень... Это случилось... Тогда... Миндогас... Пустили... В Москву... В аэропорту... И... Депортировали его... Практически... Но как раз... Тогда... Быдно... Как бы... Приехал в Литву... Не планированно... И... Приехал... Не сделать вместе... Но сначала... Мне это казалось... Очень-то трудно... Возможно... Потому что... У меня там уже был... План только... Как бы... На... На Толстого... Такой... Ну... Ну... Потом... Да... Потом... Потом... Я... На самом деле... За... За две вещи... Вот за эту... Э... И... За вторую... Потому что у нас был... В планах... Лев Толстой... Так... И даже... И... И даже... Спросили... О аргустерах... Однажды... Мы думали про... 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 И... Ну... Как бы... В процессе писания... Я так все время... От... 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 Отталкивал... Это... Как бы... Это событие... Когда мы уже встретимся... С самим... Львом Николаевичем... И... Это все так... Отталкивалось... Отталкивалось... А я бы слабый был... По две... Ну... По две сцене... Не на русскую... И... И... Как-то он... Говорит... Слушай... Сделаем... Чтоб его вообще... Не было... Ну... 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 То есть... Это как бы... Ломало... Весь мой... Весь мой замусел... И... Я же... Прятал его для того... Чтобы потом показать... Но... Потом... Как-то... Опять же... Начал думать над этим... Я думал... Ну... Ладно... Еще немножко... Оттолкну... Там... Хотя бы... Он... Он как-то выйдет в финале... Ну... И... Так уж... Что... Не вышел... Так... Да... Это... Я... Как раз... Я недавно прочитал... Так... Ну... Знаю... Что... Меня будут спрашивать... Кстати... Не очень... Не очень... Согласен... Скажите... Пожалуйста... Насколько вы оцениваете спектакль? Как вам нравится то, что получилось на сцене? Или вы считаете, что еще надо дорасти и во всем ли вы довольны? Я... Вы знаете... У меня редко бывает... Ну... На своей пьесе... Как-то так... Мне нужно как бы было... Сдерживать очень сильно свои эмоции... Потому что... Ну... Как бы... Я знаю же текст и все... А тут... Тут это было... И было... Сколько я смотрел? Три раза... И все три раза... То есть... Во втором акте... Были два или три места... Где находили... Ну... Такой... Не знаю... Просто... Подкат... Да... И... То есть... Для меня очень важно на самом деле... Когда театр... На тебя действует... Эмоционально... Именно... Именно эмоционально... А не... Потому что я... Я думаю... Что творчество надо принимать... Эмоционально... А не рационально... То есть... Не... Не вставлять в ее там... Какие-то схемы... Смотрит... Она там подходит... Ну... Подходит... А... И это... То есть... Если это произошло со мной... Как... Ну... С одним из автором спектакля... Думаю, что это происходит... И... На самом деле... И со зрителями... Для меня это... Это было... Очень-очень важно... И... Конечно... Эээ... Опять же... На ваш вопрос... Ну... Зачем при Балте... Там берутся за Толстого... Эээ... Ну... То, что хотелось... Тема у меня была... Просто... Не знал... Кому я буду жить... И где реализовать... И тут... Как бы... Появилась... Такая... Такая возможность... И хотелось тогда уже... Как бы... Ну... Войти в дискуссию... С этой страной... С этим языком... С этим городом... Ну... Как бы... На таком... Самом... Высшем уровне... Скажем так... Ну... Если уж рисковать... То рисковать... Я, конечно... Очень рисковал... Я вот Евгений писал... Что на самом деле... Я думал... Что будет очень... Ну... Большой скептиз... На счет того... Что какие-то два литовцы... Эээ... То есть... Делать спектакль про нашего... И на самом деле... Я должен признаться... Что... Это не так... Скепсиса... Не было... И России... Потому что... Я всегда... Я всегда чувствую... Что... Знаете... Кант... Я очень сомневаюсь... Что он будет поставлен... Когда-нибудь... В Германию... Или там... У меня есть пьеса... Там... Очень успешно... Идущая по Европе... Где... Значит... В Швеции есть... Место... Где она происходит... Она никогда не была поставлена... В Швеции... То есть... Эти страны... Они... Чуть-чуть не любят... Когда... Кто-то чужой... Эээ... 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 Он стоит... Фёдор Михайлович... Или он... Ну... Следующим... У нас ведь один писатель... Этот... Толстоевский... Поэтому... В чем я как раз... Разговариваю... Смолиться на эту тему... Нет... У меня есть... План... Скажем... Нет... Это не Достоевский... Это... Это... Человек... До 20-го века... Ну... Пока... Мне не больше всего... Хорошо... Я... По крайней мере... Не слышал... Чтобы... На этом фоне... Возникали какие-то проблемы... Все-таки... Когда есть работа... Это... Наверное... Все-таки... Больше чем... Больше хорошо... Да... Чем плохо... Поэтому... Минуты... Всегда... С пониманием... С большим... И отпускают... Да... Там... И... Мы... И графики постраиваем... И... Все... Все заранее знают о том... Что будут участвовать в выпуске... И на это время... Откладывать съемки... Приносят на... Другое время... И... Происходит... Достаточно органичный вопрос... Отрудно устраивать... Да... Вот... Сейчас кризис... Все кричат о том... Что денег нет... Денег нет... И в то же время... Вот такие... Дальние гастроли... Дальние... На Дальний Восток... Ну... Я понимаю... Что помогает... Ну... Да... На Дальний Восток... Мы везем... У нас... 5-5... Дорожных контейнеров... Декораций... Больших... Но... Здесь... Во-первых... На данный момент... Существует... Так скажем... Гастрольных программ... В том числе... Федеральных... Вот... Насколько я знаю... Театр БДТ... Очень... Тоже плотно участвует... В этой... Программе... Гастрольные... Это программа... Большие гастроли... Которая... Финансируется... Министерством культуры... Российской Федерации... В рамках... В рамках... Этой... Программы... До 40... Театров... Каждый год... Выезжает... На гастроли... То есть... Она очень помогает... Ну и соответственно... Есть... Все равно... Продолжает жить... Огромное количество... Фестивалей... Эти фестивали... Поддерживаются... И... Губернаторами... И местными... Министерствами культуры... И... Меценатами... Крупными предприятиями... Вот... Здесь вот... Где-то была... Должна быть... Ольга Никифорова... Которая... Да... Вот она там сидит... Которая... Пригласила... На... Омский фестиваль... У нас на... Достаточно крупный... И... Мы туда везем... Спектакль Кант... Два спектакля в Омске... Будут в рамках этого фестиваля... То есть... Несмотря на... Ну да... Причем... У нас даже так складывается... Что мы возвращаемся... С Кантом... И на следующий же день... Улетаем на две недели... В Владивосток... Поэтому... Все... Все очень плотно... Интерес... Вот с моей точки зрения... За последние пять лет... К театру... Заметно вырос... Не только... Именно... К театру Майковского... К театру вообще... Вот... И... Регионы... Его регионы... Я имею ввиду... Губернаторов... И... Местные Министерства культуры... Планируют... У себя бюджет таким образом... Чтобы выделять все эти средства... На то... Чтобы... Привозить лучшие спектакли к себе... И их показывать... Благодаря вот этим разным... Программам... Удается... Вот сейчас... На данный момент... Вот... Достаточно... Так скажем... И легко... Эти вот... Шестнадцать городов... Которые будут... Три страны... В общем... Нигде финансовых проблем... С выездом... Нет... Скажите... Скажите... Пожалуйста... Пожеми его... Спектакль поставили давно... В нем занята почти вся труппа... За это время... Как-то поменялась концепция в этом спектакле... В белорусском спектакле это живое... Он всегда как-то движется... Что сейчас? Я... Я... Только вы меня ограничивайте... Потому что я могу про это долго рассказывать... Когда... Сергей Николаевич Арцебашев... Он шел в театр... Он сделал мне предложение... Агафи Тихвин... Мне было 47 лет... Агафи Тихвин... 27... Я посмотрела специально перед тем... Как значит... И я говорю... Сергей Николаевич... Я не могу ее играть... А... Актриса может быть старше там... Ну на 10 лет... Ну на 20 лет... Это нереально... Он мне говорит... Она засиделась в девках... Он мне говорит... Я говорю... Ну она не настолько же... Она засидела в девках... Кто знает... В общем... В результате я прошла пьесу... Он сказал... Ну я... Ему нам важно было... Придя в театр... Вот собрать артистов... И как-то показать... Что театр так и един... И это... И я начала репетировать... И такая гениальная пьеса... И такая гениальная роль... Что я в этом... И я ее играла... Я жила на рекорд Гиннеса... Потому что мне... Мне было 50 лет... И там есть... Такой... Значит... Текст... Когда она говорит... И 27 лет... Не провела в девках... И я помню... Как... Я уже там говорила... И 29... Потом 35... Там... Я дошла уже... Ну потому что... Дальше уже невозможно было идти... Я помню... Как я на юбилей... И... И в зале даже не засмеялись... От ужаса... Хотя знали... Как бы люди шли... Там было написано... Симонову... Еврею 50 лет... Ну как-то... Вот когда это все... Вживую происходит... Был шок... И в какой-то момент я поняла... Что все... Я бы... А мы играли с Галей Виляевой в очередь... Вот... И гениальные партнеры... И... 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 Hetkaewa... И... И... И Александр Сергеевич Лазарев... И Охлукин... И Кашельцев... Теперь уже многих просто... Ж мне даже... Нету за это время... Ну... У спектакле... Сергей Николаевич его поставил... Когда еще там... На Покровке... И это все... То есть это было очень давно... И когда действительно еще театр на Покровке... И жил вот в этой маленькой своей комнате... И жил такой жизнь очень интересной... И насыщенной... Очень творческой... А кто сейчас Агарь Тихоновна? Агарь Тихоновна сейчас играет «Моя дочь». Галя Беляева еще держится, хотя она тоже идет на рекорд-финансы. Она меня не переплюнует, но она близко уже к этой черте. А потом, когда возникла ситуация, чтобы сделать молодежный вариант, чтобы немножко все-таки омолодить и женихов, потому что когда там женихи на лавку так садились, было немножко тоже чуть-чуть страшновато, потому что там возраст уже был к 80 и за. Женихи, да. И когда там Дуняшка говорит, ой, а жених сейчас поврет, и это действительно, ну, как бы, это же успеха. Да, вот. И еще у отца Баршева, когда он был в театре, у него появилась идея, значит, омолодить. И я говорю, ну хорошо, давайте я останусь в спектакле, я перейду на роль Свахи. Я говорю, а вот Зоя, моя дочь, которая уже была принята в труп, уже сыграла несколько. Я говорю, давайте я могу ей вот все, как бы, ей свое передать, и это самое, и мы сделаем такой двойной ввод. Она будет играть в молодежном варианте, Галя Беляева будет играть во взрослом, Ислав Владимирович Немоляева, который блистательно играет Сваху, все эти бессменно, ну, практически бессменно во всех составах, да. И я говорю, а я могу в этом самом начале, она будет это. Вот. И я Зою, все, вот там до поворота головы, я все это. И она пошла играть, потом, когда она первый раз сыграла, я пошла в театр, и Витя меня поймет. Большего счастья нет в жизни. Когда я пришла, и мне гримера сказала, Евгения Павловна, вы не обидитесь. Я говорю, смотря на что, она говорит, вот я хочу сказать, что Зо играет лучше вас. И я взмыла в потолку, потому что большего счастья для матери, а я все-таки сначала мать, а потом уже артистка, для меня не было большего счастья. Но надо сказать, что в определенный момент Слава Владимировича мне стало нехорошо, и, а я не играл. И, ну, сейчас я буду спросить, что у меня ограничивать. Потому что про концепцию спросили, а я вот и себя пишу. Ну, в общем, короче, я три раза сыграла все-таки сваху, и мы договорились с Славом Владимировичем, что... Нет, я сейчас скажу про концепцию, быстро. И я сказала Слава Владимировичу, если будет вот такая необходимость, я готова. Там текст, у меня были все руки исписанные, потому что там вот так вот, а там в темноте, там последнее, там я свечкой светила, потому что не могла прочесть слово. Не укладывайте, если редко играешь. Но там вошел новый состав. Вы знаете, вот когда спектакль крепко сделан, а он действительно как-то сделан по законам, вот он очень зрительский такой. И, может быть, эта пьеса, пьеса же тоже бесконечная. Ее к ней можно как угодно ставить. И авангард, и не авангард, и классический, и не классический, и как угодно. Она безгранична, она бесконечна. Но вот как-то Арсимаш нашел эту форму такую, которая там держит вот этот каркас. И вошли молодые исполнители. Теперь практически есть вот этот вот молодежный состав, где пришли, заменив изумительных. И как бы заменить нельзя, как отца Сергеевича Лазарева. Заменить его нельзя. Но как бы приходит новый актер, и приносит, он берет этот рисунок, приносит что-то свое, и спектакль продолжает жить. И сейчас есть молодой состав, и он живет, и пользуется какой-то вот просто стопроцентными этой. Вот Зоя-то там играла, там какое-то время там, ну как прошло? Она говорит, ну на ура вот проходит хотя бы. Он идет, и уже практически состав. То есть 7-8 марта? Там будет смешанный состав, или все-таки первые? Будут они три, да? Будет играть Михаил Иванович Филиппов, будет играть Игорь Матвеевич Костолевский, будет играть Светлана Владимировна Немаляева. То есть первые роли все будут с первого состава. Так что Сваху не играет уже? Сваху? Нет, я играю только в том случае, когда Светлана Владимировна не может, и просто я как бы выручаю. Опять же. 7-8 марта будет играть Светлана Владимировна. Но мне так нравится, потому что у меня в основном рули такие в основном страдательные, а там так... Я предлагаю на этом закончить пресс-конференцию, потому что Виктору с сыном надо идти ливироваться, готовиться к спектаклю. Спасибо вам огромное. Спасибо.